То есть мы, родители, думаем, что мы такие классные, мы дома это обсуждаем, у нас все так открыто, а на самом деле дети так не думают. Среди подростков гомосексуальность стала в тренде. Первый день мы сразу видим, какая семья, какая мама или папа. Случилось что-то, не надо сразу реагировать, идти учить ребенка, вмешиваться, как вы говорите, отойти, обдумать, переспать в творческих мучениях, всю ночь думать, как бы это красиво завтра завести разговор на эту тему. Сигаретка первая, алкоголь. Они очень эмпатичные, они сразу чувствуют, человек его, не его. Не каждый хочет быть богатым, жить на Манхэттене, еще что-то. У них, знаете, такие потребности, просто быть свободным. В общем, дорогие родители, вы должны четко понимать, что вы имеете дело с зумерами. Мадин, я была одна из первых, по-моему, родителей, да, кто привел к вам своего ребенка. Тогда Данила сколько был? 18-й год, да? Ему где-то 13-й год. Ну вот как раз прям самый подростковый период, и Данчик нашел здесь двух менторов, Ужаса и Хаппирата. И вы дали те навыки, которые необходимы, мне кажется, не только ребенку, да, вообще каждому человеку. То есть он может выжить в любых условиях. Life skills, да. Есть школа, где дети получают академические знания, да, там, я не знаю, таблица умножения, грамматика и так далее, да. Есть семья, родители, где дети воспитываются, да, там им прививаются какие-то ценности, но зачастую вот сейчас в этом мире у родыков нет вообще возможности, ну, в смысле все занятые, да, там кто-то вообще поздно приходит, они даже не ужинают вместе, дети рассказывают, да. И получается, у детей нет возможности получить вот такие реальные скиллы или даже ту теорию, которую они в школе проходят, за партой сидя, нет возможности его в жизни применить. И вот Атлас, идея его сама в том, чтобы здесь дети больше применяли то, что у них есть в голове, то есть я всегда говорю, знания, не прожитые в опыте, просто информация, то есть ну и что, что ты знаешь, да, если ты не можешь ничего сделать. И один из таких примеров, я всегда говорю, вот представьте своего ребенка, если вы сейчас отправите его где-нибудь, я не знаю, в центре Индии, в Дели, оставьте его одного без документов. Лучше в Бомбее каком-нибудь или Мумбай. Вот нет документов, не знает язык, представьте абсолютно, да. И вот задача наша воспитать так его, дать такие навыки, чтобы он там выжил, не просто выжил, а сумел там вырасти еще в новом каком-то обществе, не знаю, потом может вернуться с успехом домой. Вот антихрупкость Талеб, вот вообще книга эта антихрупкость Талеба, она вот, там есть такая фраза классная, что современные родители совершают преступления против детей, потому что через чур, он еще такую фразу делает, или слово употребляет, туристификация. То есть дети привыкли за них, когда все готово, родители вплоть до того, что там прописывают их план, там, не знаю, планы на день, расписание, водитель. Планы на жизнь. Да, и то есть дети привыкли, ответственности на них не лежит, то есть родитель за него все решения принимает. А чем это грозит для родителей? Это не для родителей, это для ребенка грозит тем, что в итоге, что он в будущем может сделать сам, какое он может принять решение. Это потом вырастить такой какой-нибудь безответственный, бесхребетный, который всегда будет винить кого-то, или там всегда ожидать внешний китуз. Будет ходить психологом со своими детскими травмами. Все мои неудачи из-за того, что родители слишком меня опекали. Да, да, да. Поэтому в Атласе именно такие вот программы, тренинги, вот такие вот задания, типа у нас сейчас есть день выживания, на survival camp. Он проходит, знаете, вот дети в сентябре, например, 19-го поступают к нам, ну как первая установочная неделя, и сразу в первую субботу мы выезжаем на выживание в палатке, в окон. Ну, как я говорила, мы доверяем детям все, все наше пространство, то есть они делают здесь арт, ну, по сути, это санузлы. Девочки, а вы художница? Я айтишница. Айтишница, а ты художница? Супер. Слушайте, вот так вот Мадина, когда решает обновить интерьерчик Атласа, она просто зовет своих учеников. Мы им платье. А, да? Да. Сколько? Я, например, кстати, очень важный момент, вот, не эксплуатируете, да? Я вот за то, чтобы труд всегда оплачивался, поэтому здесь дети у нас там инстаграм ведут, я не знаю, любую какую работу выполняют. Вчера буквально две девочки для ноты сделали материал учебный, мы им заплатили 180 тысяч. Вау. То есть вот за эту работу тоже будет. Родители платят за обучение детей, а вы платите детям. Сети детям, да. По кругу, да? Давайте посмотрим, что здесь. Так, а здесь, здесь тоже рисуют. Я так понимаю, у вас сейчас ремонт идет, да, в школе? Готовим, да. Ну, молодец. Зачем нанимать строителей, когда есть дети? Это мне напомнило, знаете, я была в университете Глюон в Марбеллии. И там тоже дети сами обслуживают, сами посуду моют, и за это еще люди платят там по 50-70 тысяч евро. Нет, а им же это нравится, причем. Дети вам точно нравятся? Вас не заставили случайно? Нет. Нет? Точно? Да. То есть вы художницы профессиональные, которые пришли красить сегодня стены? Или нет? Нет. А вы в каком классе учитесь? Я в пятый перейду. В пятый? В восьмой. Пятиклассница и восьмиклассница. Вообще у вас есть же какие-то ограничения по возрасту, да? С десяти лет, не понимаю. У нас группа джиньёры из 10-12 лет. Но все, сейчас Дианке 10 лет исполнится. Моя дочка вот в джиньёры ходит. Но вообще основной акцент это подростки. Да. Джиньёры это, знаете, больше такая подготовка. Знаете, еще такая закономерность, да, вот ребята слышат. Джиньёрчики, они такие открытые еще, ну вот даже вот на дочку посмотрите, у нее нет установки, ограничений такая, да? Все возможно, все могу, да, там все хочу. Потом Тины, это такой вот 13-14, который противный возраст, когда они уже и не дети, но еще и не взрослые. Непонятки, вот у них когда-то такой бурный период. Они, ну, сами не знают, что хотят, да? А вот когда 15-16 приходят ко мне хай, как овощи, знаете, такие, уже куча установок. Это не получится, чтобы это сделать нужно там, чтобы кто-то помог. Это невозможно, это злое там, это такое, это сякое. То есть уже много всяких убеждений и установок. И вот с ними сложно. Ну, в смысле, возможно, но сложно. И почему мы джиньёров открыли? Вообще мы из-за родителей открыли, у которых вот братишки, сестренки были. Они говорят, ой, пожалуйста, откройте для нас там младшую. Ну, на самом деле, с джиньорами, мне кажется, проще. То есть если ты берешь в таком возрасте... А потом они когда растут, наши, и не снейших родителей. Да, да, то есть их можно... И вот этот, как раз вот этот противный возраст можно спокойненько пройти. Ну, смотрите, многие родители боятся именно переходного возраста, потому что там это сигаретка первая, да, там алкоголь. Ужасно, если там ещё ребёнок, не дай бог, попробует наркотики. То есть поэтому вот в этот период нужна особый контроль, особое внимание. И классное окружение. Вот они должны именно попасть в такую атмосферу. То есть вот здесь зависит уже, где он сейчас будет больше всего тусить, да, в этом возрасте. И вот в Атласе, например, такая атмосфера, что у нас же здесь всё про предпринимательство. То есть мы в основном за то, чтобы работать, свои скиллы какие-нибудь монетизируют, там ты на любом можешь заработать. И то есть у них больше на то, чтобы созидать какие-то проекты. У нас каждый последний пятница месяца называется Атлас Джар. Это такой бизнес-инкубатор, где дети приходят и питчат свои бизнес-идеи. И обязательно вот каждый получает какую-то, ну, в смысле лучшая идея, получает стартовый там какой-то капитал, и они начинают разрабатывать. То есть сама атмосфера на то, чтобы вот что-то придумывать, что-то создавать, зарабатывать. У них сейчас прям в голове вот это. А не бывает такое, что ребёнок уже, там, скажем, немного его где-нибудь там испортили, да, и родители там приходят к вам с этим подростком, да, чтобы его как-то выровнять, и он может испортить как вирус, да, среду? Ну вот в опыте у меня такого прям не было, чтобы были прям... Ну вообще дети, они все, понятно, и курят там, и попробуют все. Сейчас все на вейпах. Да, у нас сколько всяких заданий бывает физических, там раз из кармана выпал вейп. У Лжас уже прикалывает, У Лжас уже такую стопку собрал, наверное, здесь. Есть наказание за вейп? И, ну, смотрите, у нас такое отношение к этому. Все равно все, вот, мы тоже были подростком, наверное, да, все равно, когда что-то запретное, ты по-любому это захочешь, наоборот, попробовать. Вот у нас такое отношение к этому. Попробуй, но ты должен осознавать и понимать, какой вообще тебе вред это приносит, и вообще смысл всего этого. У нас же есть целый модуль душа, тело, разума, вот про тело, там, про антихрупкость, про питание, про вот эти, как они влияют. У нас целый есть спикер один, который вот в лагерь приезжал, нарко... В общем, наркозиспансера. Да, и он такие вещи детям рассказал, они столько вопросов... Это был самый спикер, который, вот, как сказать, которым было очень много вопросов. И вот, и дети столько всего услышали, ну, такие вещи, которые реально вправляют, в плане, в сознании какие-то забиваются такие вещи, что, да, это очень серьезно, это очень опасно, то есть, они к этому относятся, как, ну, я не знаю, просто побаловаться и все на этом, то есть, ну, не так, чтобы... Но за выезд есть какое-то наказание? Ужасно наказывает, я вообще не наказываю ни за что. А вот как зумера подготовить к большой, взрослой, успешной жизни, да, что ему нужно говорить, как с ним нужно себя вести, да, вот, что говорить мальчикам, и что говорить девочкам? Мне кажется, главная задача просто дать им такие основные ценности и навыки, вот, ну, как в атласе мы говорим, чтобы он в любом месте мог выжить, да, а так, чтобы, мне кажется, это такое поколение, которое сами будут себя искать, сами будут находить, сами... У них какое-то даже чувство, вот, говорят, что они очень эмпатичны, они сразу чувствуют человек его, не его, да, там, на уровне, вот, то есть, вот такого просто энергетически даже понимают, стоит, не стоит, там, у них интуиция развита, то есть, этих ребят, во-первых, нельзя заставлять, ну, и ты их никогда не заставишь ничего делать, и как только начнется заставление, начинается сразу, ну, как, в смысле, мы просто противостояние, и все, и тогда вы теряете доверие, и, ну, и вообще, стена такая, да, поэтому с ними нужно, наоборот, вдохновление, доверие, свобода, и в то же время, ну, вот, я просто, я лично, да, человек такой, я считаю, что когда ты доверяешь, у него, у того человек, кому ты доверился, у него появляется чувство ответственности, это как бы такие, знаете, два неразрывных качества, они никогда не подведут, то есть, если ты доверился, они берут на себя вот эту вот ответственность и готовы сделать, там, ответить какими-то своими шагами, действиями. Ну, зумеры вам доверяют, вот на что они жалуются? Они же приходят, откровенничают с вами. Ну, как они жалуются на, там, школу, учителя, там, давление, мама не понимает, ну, это же у них сейчас такой возраст. Я вот считаю, родителям самое главное, да, как только ты, есть еще вот такой период до 13 лет, в 13 все, как бы, они же у них прям, как раз вот пубертат, когда прям реально гормоны играют, они все воспринимают очень остро, там, все радикально, да, нет, черное-белое. А чтобы вот в этот период классно прожить вместе, да, без вот таких прям сильных скачков, вот этот период до пубертата, с 10 до 12 лет, вот здесь строится, вот такая самая, знаете, связь, потому что, если вот в этот период вы будете близки с детьми, да, даже на ихние такие, я не знаю, какие-нибудь глупости, да, классно реагировать, то есть вместе там проявлять заинтересованность, вместе вот тиктоки там снимать, ну, что-то такое, быть на одной волне, тогда в 13-14 произойдет такой более плавный такой переход, да, и потом постепенно сепарация. А есть такая еще проблема, что именно вот в 10-12 лет примерно, знаете, родители, наоборот, в такой возрасте, что ты ерундой занимаешься, там, отключи, убирают, забирают сотки, то есть, наоборот, такое какое-то противостояние, вместо сближения, наоборот, чуть-чуть отдаление. И вот у таких родителей потом в 13-14 происходят, ну, реальные такие проблемы с детьми, то есть они говорят, вон, она меня не слышит, там, наоборот, дух противоречит. Так вот это мама сказала, а ребенок, наоборот, 100% противоположное что-то сделает. То есть, ну, это вот из-за того, что вот эта связь предыдущая потерялась. Поэтому... А Атлас помогает улучшить отношения? Да, у нас есть много всяких тренингов, где мы вот именно между родителями и детьми... А можете привести пример, когда вот у родителей просто не было взаимопонимания с детьми, да, но благодаря Атласу, благодаря менторам смогли улучшить отношения? И у нас есть, вот сейчас даже я сразу вспомнила, одна Тин, есть девочка, мама делает вид, что у них все классно, и вот когда по телефону разговаривают, там, это такая, моя дочь, она, и когда они вместе пришли, я помню, и мама такая, доча, там, ну, вот как-то на публику играет, прям видно, да, и я такая, такие резкие движения, там, наоборот, как будто не слышит, знаете, там, как будто игнорит, прям видно, что натянуты. И потом вот мы поговорили, она говорит, вот, я не знаю, ну, у нас такие сейчас отношения пошли. Но постепенно, ну, как бы, ей нужно было, знаете, такое окружение, вот, делают все такие в любви, все рассказывают, там, а моя мама, там, мы с ней то делали, мы с ней это делали. Это ужас от Тин было. Ужас начал ей давать задания, вы должны с мамой, там, то сделать, это сделать. Так, постепенно, постепенно, какие-то такие мелкие задания вместе, там, на выходные. У нас есть, там, такая книжечка, ну, брошюрка такая, 32 упражнения, там, для родителей и детей на выходные, например. И вот такие челленджи, потом обязательно сними видео, покажи, то есть, ну, через, потом есть, я помню, даже Даниал, когда-то проходил, когда они, там, звонили, помните, я такая, Даниал, что случилось? Среди ночи, когда звонит твой ребенок и говорит, мама, я тебя люблю, ты такая, что случилось? Перезвонил к менторам, у вас все хорошо, что происходит с нашими детьми? Ну, там такие тренинги, где, вот, им показывается, что, а если бы родителей не стало, например, что бы произошло, да, как бы себя чувствовать, вообще, как бы жизнь дальше пошла? И вот, ну, через такие маленькие-маленькие, как писать, эмоциональные, наверное, какие-то зацепки постепенно у детей, как бы, приходят. Ну, вообще, это со временем. Я всем родителям говорю, сильно не надо переживать, это период просто, где вы должны, когда он закрыл перед вами дверь, не надо стучаться, что, расскажи мне. Ну, как бы, если он не хочет, не хочет, примите, ну, как говорят же, границы, да, то есть, нормально, отнеситесь, спокойно, переждет. Вот, потому что у них вот это очень ярко же, то они агрессивны, то через пять минут, мама, я хочу там с тобой чем-то поделиться. Мы прошли здесь обучение в январе, да, мая, вот. Это, получается, группа Хай мы закончили. Группа Хай. А сколько сейчас группа Хай у вас длится, М1? Вообще, год длится. Год. С сентября мы их выпускаем в июне. По большому счету, это учебный год? Ну, да, потому что, вы знаете, вот так просто, ну, вот, вы поняли, какая система Атласа, то есть, это не так, что за два месяца, там, раскрыл, я не знаю, а родители его 15 лет не могли ничего с ним сделать, а мы тут за два месяца. Но 9 месяцев, 10 месяцев, это, по сути, такой хороший период, когда мы живем вместе, проходим через все эти испытания. Там вчера, например, здесь собрание было, мы детям дали ведро воды, тряпочку, и сказали, идите на улицу, помойте машины, несколько стекла, да, там, и заработайте 5 тысяч, то есть, это их челлендж, да, они вышли, там, Ак-Нур снимала, в итоге кто-то, я не знаю, тысячу чем-то заработал за 20 минут. Мы с Данялом тоже вот такое задание получили, нам там, я не знаю, карандаш дали, и мы должны были менять, 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 я не помню, но в итоге, что мы что-то большое, то ли парфюм, то ли косметику, в общем, принесли. Принесли, я помню, такие, игру настольную. Или настольную, а, настольную игру, да, да, да. Слушайте, ну это было интересно, но вот такие, конечно, выходы из зоны комфорта, это очень полезно. Да, потому что они, вот смотрите, они же и есть такие ограничения, то есть ребенок выходит такой, смотрит на человека и говорит, он злой там, например, что-то выглядит не очень, я к нему не подойду, да, и мы всегда говорим, слушай, это твои мысли, это ты так думаешь, а ты подойди, а вдруг он, например, сейчас такой думает, кто бы мне сейчас подошел, например, кому я отдам деньги, да, ну вот, ты же не читай никогда мысли чужого человека, ты сам вот делись. Это твои предубеждения. Да, ты просто, вот тебе нужно что-то сейчас делать, и бери, и делай. У меня было интервью с Жанной Ахметовой, где Жанна, ну, резюмируя, да, наше интервью, она говорит о том, что история ее дочери, ну, как бы показала, что нужно вмешиваться, да, в отношении своих детей, если ты видишь, что там есть абьюз, или ты видишь, что это какие-то нездоровые отношения, да, зумеры, они же про отстаивание личных границ, да, вот вы говорите, там, стучить, не надо стучаться к своему ребенку, но в то же время ты родитель, ты все равно беспокоишься, да, там, о психологическом состоянии своих детей, ты хочешь понимать, с кем дружит твой ребенок, и вот до интервью с Жанной я тоже думала, что не надо вмешиваться, да, вот интервью с Жанной и вот все мои там приятели, друзья говорят, что задумались, что все-таки нужно вмешиваться. Просто надо, нет, конечно, но нужно находить момент, то есть родители должны быть супер психологами, да, вот прям чувствовать, не так в тот момент, именно когда вы захотели поговорить, вы должны поговорить, да, а именно вы должны уловить тот момент, когда вы чувствуете, что он открыт к этому, то есть прям тонкие такие моменты улавливать в настроении детей, вот сейчас прям подходящий момент, и делать это красиво, вот как Шалва Манашвили, да, гуманной педагоги, я прям фанатка же этой темы, и вот он тоже всегда говорит, случилось что-то, не надо сразу реагировать, там, идти учить ребенка, там, вот вмешиваться, да, как вы говорите, отойти, обдумать, как он говорит, переспать в творческих мучениях, да, всю ночь думать, как бы это красиво завтра завести, разговор на эту тему, да, там, издалека как-то, то есть это, знаете, быть родителем, и вот работать с подростками, это еще очень креативно требует, и времени, да, нам же всегда хочется быстро, коротко, да, нет, нельзя, там, сделай, да, вот так, а чтобы вот эта связь была, и чтобы вы, как говорите, вмешаться и помочь в нужный момент, для этого должны быть такие, ты должен потратить свое время, как родитель, то есть придумать какой-то способ, и тематику, как это завести разговор, там, и как свои вот эти ценности, технично, так скажем, передать ребенку, а для этого нужно быть... Вообще, конечно, вопрос отцов и детей, это такой вопрос, который интересует всех, волнует каждого, да, и самое удивительное, вот я читала книгу Михаила Литвака, где он говорит, что он пришел к выводу, что дети вообще не обязаны любить своих родителей, да, то есть родители любят своих детей, дети будут любить своих детей, то есть и это абсолютно нормально. Это энергия, которая течет в одну жизнь. Течет, да, то есть это река, и ты не можешь реку повернуть обратно, да, то есть и не надо, наверное, ждать, да, родителям того, что твои дети будут тебя там все время... Ну, конечно, это же и есть безусловная любовь. Вы же не ждете от него какого-то, я не знаю, отдачи там. Это вообще глупо, ну, не то, что глупо, но грубо звучит, но это вот надо воспитывать себя. Говорят же, надо быть самодостаточной в любви, в принятии, в гармонии, жить с собой. В смысле, а зачем от кого-то что-то требовать? А ребенок, он тот, ну, когда он видит, что мама такая самодостаточная, любит себя, ей не нужно прям вот это вот внимание, он просто, ну, как сказать, такие дети и живут тоже, такие счастливые, самодостаточные, а некоторые вот постоянно их дергают, типа, обрати на меня внимание, ты мне должен подарки, ну, я не знаю. Мне кажется, сейчас уже нет таких, родители более осознанные становятся. В общем, дорогие родители, вы должны четко понимать, что вы имеете дело с зумерами. И это все непросто, лучше отдайте их ватлас, пусть Мадина и Ментер занимаются. А правда, что сейчас, я не знаю, я вот просто то, что слышу, говорю, да, что среди подростков гомосексуальность стала в тренде. То есть я не гомофоб, но, честно говоря, когда я такие вещи слышу, я думаю, что это действительно модно быть лесбиянкой, модно быть геем. Ну, да, это тренд. Ну, понятно, что сейчас границы все стерты, дети спокойно, доступ есть там в ТикТоке, интернете, ну, я не знаю, в принципе, да, везде, ну, даже, можно сказать, пропаганды где-то, да, там, в Западе. И здесь, знаете, вот это тоже будет неверно, если мы будем вот детям говорить, это ужасно, там, запрещают, да, и как-то вот к этому относиться негативно. То есть есть в природе такое, ну, как вот, вы говорите, я не гомофоб, то есть принять это спокойно, ну, обсудить, я не знаю, если дети поднимают, просто дети не хотят даже это с родителями обсуждать, потому что у них априори мысль такая, что мама против будет, там, или отец убьет, если вы знаете, да, конечно, они это не будут обсуждать, будут там в своем кругу это обсуждать, и им никто взрослый даже не сможет втиснуться в их там, да, это сообщество, я не знаю, там, что-то им посоветовать. Не, ну, то, что это есть, как бы мы там всем своим детям уже рассказали, и, в принципе, не надо там долго искать пример, да, даже среди знакомых можно показать, например, мои дети в курсе, и относятся к этому нормально, но то, что это становится трендом, вот это, конечно, немного пугает. Ну, вот у нас, например, в атласе психолог есть на эту тему, она прямо вот рассказывает, вот, прямо в атласе такой ситуации, чтобы там какой-то подросток сказал, что он би, не было, но мы часто такие вещи обсуждаем, и вот психолог говорит, что да, многие дети говорят, я не определился, я еще там, как бы, у меня пока не произошло вот это самоопределение, я еще думаю, да, и она говорит, это нормально, не надо прям к этому относиться, как, прям, как будто какая-то проблема, я не знаю, лечить, там, психологом водить, да, просто, вот, как вы говорите, это тренд, он в какой-то момент перерастет, да, и главное, если у него окружение, как бы, все такие гетеронормальные, с правильной ориентацией, то он, по идее, потом перерастет, это происходит, знаете, в 13, 14, 15 лет, там, это даже модно, что ли, среди них так говорить, не то, что это у них прям внутри какое-то чувство, а просто модно. А кто это задает тренд? Ну, в интернете, в ТикТок, я не знаю, все, кого они там смотрят, вот эти и задают. То есть соцсети так сильно влияют на их ориентацию, да? Еще, знаете, самое интересное, меня вот поражает, вы говорите, мы родителей показываем детям, я недавно у себя делала опрос такой, просто чисто мне было интересно, вот родители, вы обсуждаете с детьми вопрос вот секса, в целом, вот насколько вы откровенно это в семье обсуждаете. И знаете, родители, прям с таким, знаете, чувством уверенности, да, все пишут, да, мы дома открыто обсуждаем, и прям все вот проголосовали, а дети, вот 100% детей написали, что они это узнают от третьих лиц или из интернета. То есть мы родители думаем, что мы такие классные, мы дома это обсуждаем, у нас все так открыто, а на самом деле дети так не думают. Но у вас есть уроки? На эту тему, у нас прям есть, есть в Астане, кстати, Уроки секса? Уятый мест называется. И про аборт, и про предохранение, и как эти заболевания, переносящиеся полным путем, про все это рассказывают. То есть это тоже какая-то знаковая работа? Да, это вообще, как называется, стена, у всех там пресс-стена или какая-то для фотографий, а здесь, ну, вообще, это моя идея, я вдохновилась, вот летом была в Мюнхене, в музее Бэнкси, и что-то такое было, в общем, наводящее, да, такие вещи, и смысл такой, то есть подростки заходят, они же все такие вот, как мы говорили, с установками, с какими-то убеждениями, да, и задача в Атласе раскрыться, и вообще увидеть, что, ну, там, real life, что мир на самом деле очень многообразен, не только там есть черное, белое, или там пути какие-то, да, одни. И что любой стоп может быть с твоим стартом, да? Это тоже нарисовали подростки. Вот смотрите, вы сказали, что вы учите в Атласе быть антихрупкими, да, то есть сегодня, а на сегодняшний день это один из самых, наверное, таких востребованных качеств, да, то, что необходимо каждому современному человеку, как вы этому учите? Ну, через вот такие разные тренинги, то есть он каждый раз, когда выходит из зоны комфорта, это ему приводит мысль, что, оказывается, я могу, оказывается, так возможно было, да, и череда вот таких разных тренингов, заданий, которые, казалось бы, невыполнимы, или сложны, или это нереально, начинает давать ему уверенность, что, оказывается, можно, оказывается, могу. И вот это и есть, по сути дела, когда он начинает выживать там в лесу, в палатке, еще что-то, или в Коянды, например, в Золотом Фазане, они выходят на улицу утром, их отправляют в эти, по улице просто, они должны будут в какое-нибудь хозяйство позвонить, на целый день поработать у них во дворе за обед. Вот Данчик тоже это проходил. И вот у них буквально на днях была. Вот представьте, ребенок, да, там, я не знаю, 12-13 лет, стучится в ворота. Ой, Анда уже, наверное, привыкли. И уже смотрят, где дети? И вот так прийти, безслабая рабочая сила. ну это и есть же, то есть такой, надо прийти, договориться, не постесняться, попробовать уговорить, и так далее. То есть такие, множество, множество таких заданий в итоге тебе дают возможность понять, что ты, просто все можешь. Нет ничего невозможного. Это и есть, по сути, антихрупкость. Эстер Вайджинский, американская писательница, автор популярной книги «Как воспитать успешного человека», она сформулировала пять основополагающих ценностей, благодаря которым человек может достичь успеха в жизни. Правила 5-С. Это самодоверие, самоуважение, самостоятельность, сотрудничество и сердечность. И вот теперь вопрос, как воспитать такого человека, да, чтобы он был и эмпатом, и коммуникатором, да, и знал себе цену, и доверял, да, и при этом был еще самодостаточным. Ну, мне кажется, начать с себя. Это будет звучать, ну, не знаю, мне кажется, сейчас любой, да, там, я не знаю, коуч, психолог скажет, как ты можешь хотеть воспитать такого человека, если в тебе нет этих качеств. хорошо, не успел поменяться. Никогда не поздно. И в 40, и в 50, и в 60 лет человек может заняться собой и развивать себе эти качества. Как только ты начинаешь менять себя, в семье это же так, дети транслируют родителей своих. Ребенок тоже начнет. Я вообще считаю, никогда не надо. поменять, например, ребенок, который ходит в атлас, он может поменять по году в своей семье? Но, знаете, как это может происходить? Бывают дети, которые вот берут из атласа, потом идут домой, ну, транслируют, говорят, а вот там, лжа сказал, один из клал, там, да, а я вот так хочу, да. Если родители разделяют наши ценности, то он такой, ну, вот вчера там у нас сидела на интенсиве, мама такая, у нее прям такой взгляд был, такая, говорит, я поняла, что мне надо вот там, в себе вот это поменять, то есть есть родители, которые открыты и готовы, да, а если родитель закрытый и там, я не знаю, не готов вообще воспринимать что-то новое, он, естественно, будет подавлять, оттуда начинается, наоборот, столкновение. У нас были такие случаи, когда, то есть родитель потом обвинял атлас, что вы, ну, как бы испортили, то есть отношения в плане, что мой ребенок начал вот так мыслить, теперь как бы у нас, наоборот, проблемы и непонимание. Но в таких случаях, сори, в смысле, либо ты меняйся, либо, я не знаю, ну, некоторые забирали детей из атласа, были и такие случаи. Но родители все-таки в большинстве сейчас какие? Я не знаю, вот посмотрите вокруг, почему столько тренингов? Значит, есть потребность, то есть сейчас такой век, говорят ли там, я не знаю, Юпитер или кого век, что у людей открылось какое-то осознание, сознание, и все хотят... В моем окружении все учатся. в моем тоже. То есть даже подписчики все все время ждут новые прямые эфиры, им нужны новые помощи. То есть у людей сейчас потребность расширяться, развиваться, и вот все, ну, это же наши все ровесники, а их все дети, соответственно, будут тоже видеть, как их родители меняются, занимаются там собой, и тоже будут. То есть мне кажется сейчас классная тенденция, что у взрослых вот это идет прям, как сказать, такой сгусток, да, вот этих всяких тренингов там, я не знаю, и нейро, ну, много, да, на любые темы. И, соответственно, у детей сейчас должно быть тоже большое количество выборов в плане, вот чем заняться, что узнать, да, не просто какие-то вот академические вещи там научить тому всему, а больше вот таких, ну, я не знаю, поток там, я не знаю, много же всяких там по маркетингу, по... Ну, короче, чем больше сейчас вот этот принцип шведского стола разовьется для детей подросткового возраста, тем больше они могут вот пощупать, попробовать. Вот у меня принцип такой, до 16 лет у детей должно быть максимальное разнообразие всего, то есть они должны видеть, что мир вообще очень разнообразен, что есть много всего. И вот когда у него есть вот это понимание, то это, это, оно никогда, вот я всегда говорю, бесследно не исчезает. Если ты попробовал когда-то походить там на танцы, потом ушел там в IT, еще что-то, эти знания, эти навыки, это что-то остается. И потом ты никогда не знаешь, он может на стыке этих двух вообще несовместимых вещей что-то новое придумать для себя. И... А потом постепенно, когда ты взрослеешь, 16-17, тогда уже начинает сужать фокус, то есть он уже запал на какую-то тему и пошел больше, глубже, глубже, глубже там, я не знаю, научные какие-то там уже проекты, что-то делать. Еще один автор книги, «Как воспитать взрослых», Джулия Литкомхаймс, она сказала, что один из лучших жизненных уроков, которые она усвоила из общения с родителями, это то, что они заставляли детей заниматься домашними делами. Я тому пример. Вот многие же мне пишут, Динара, у вас там больше часов в неделю, вы все успеваете. А меня воспитали в трудотерапии, да, вот меня воспитывала моя бабушка, я приезжала к ней, мне там было, я не знаю, лет 9-10, да, она говорила, она летняя кухня наш, я открывала, она говорила, побели ее, в общем, там ковры вычисти все, в огороде весь этот сорняк сорви, и еще там что-нибудь сделай. И я все это делала, потому что я, ну, то есть слова «нет» даже не произносила. И для меня, например, там остаться на ночной монтаж или там снять 5 съемок в день абсолютно норм, потому что, ну, как бы я не боюсь работать. А сейчас, вот вы же говорили, что дети как туристы, да, то есть... На все готовое. На все готовое, да, то есть, и тем более, ну, понятно, что дети, которые приходят к вам, потому что у вас не дешевое обучение, это дети, я видела сама, там у вас и дети министров ходят, да, то есть, как вы приучаете детей, которые дома там, постель свою не заправляют, идти там в коинды, в чужом доме, я не знаю, там туалеты чистить. Для них это, для них это как челлендж. И на самом деле, согласна, да, я вот, я тоже, например, за то, чтобы работать руками, что-то делать, потому что это развивает в себе, такую стойкость какую-то. Но сейчас, к сожалению, дети не такие. То есть, вот так вот их заставить, просто сколько детей я знаю, у меня же жили, сколько дети, да, вот так вот их... Они просто просыпаются и уходят? Нет, нет, у меня дома правила, они все сами делают, и готовят, и убираются, и все. Я вообще ничего не делаю, эксплуатирую. Но у себя дома, вот сколько я знаю детей, никто почти ничего не делает, все готовое, то есть родители, у них там есть помощница по кухне, по уборке и так далее. Но вот эту часть, к сожалению, вот так, чтобы атлас... Мы, например, заставляем, не заставляем, у нас есть дежурство, там, они убираются на кухне. У вас нет технички? Нет, техничка есть, но все равно формально дети за собой должны сами убрать, а потом она уже как бы в чистую, да, делать, все равно дети не так прям идеально убираются. Но у нас есть такое правило, но в части вот бытовой труд, это больше к родителям, это задача каждого родителя. Но можно попросить вас, чтобы вы научили там, условно, девочку мыть посуду, там, пылесосить, убирать? У нас, знаете, сейчас на эту тему новый, кстати, урок. Новый курс, вот Олжас пока запустил для мальчиков, называется Atlas Gentleman Club, где будут менторы и спикеры, и там разные задания, чисто набор мужских качеств. У них будет урок, там, сантехники, например, как, если вдруг потекла вода, что нужно сделать, какие трубы, что это такое там. Потом есть урок, там, ну, физически понятно, да, всякие тренировки. Есть, там, по этикету, например, как завязывать бабочку, галстук, там, и так далее. То есть, весь набор, что мужчина должен уметь делать, вот у него такой курс сейчас открывается, у них прям, эти дети разрабатывают программу, и так далее. Потому что современные папы, они тоже, да, если там потечет вода, ну, я думаю, большинство современных пап, наверное, будут вызывать сантехника. То же самое с женщиной. Мало сейчас женщин, которые дома все делают, у всех есть помощницы, да, но вот идея просто, у Алжаса, когда джентльмин клуб открыли, они, и они нам говорят, почему вы не откроете для девочек, то же самое, там, уметь шить, уметь мыть посуду, готовить, и все такое прочее. У нас пока эта идея просто как идея висит, я не знаю, насколько мы ее сможем реализовать, но вообще, ну, как потребность, я не знаю, потребность есть в этом, нет, что прям все мамы хотят, чтобы их дочки умели шить, готовить. Просто, не знаю, меня так воспитывали, да, меня никто не спрашивал, Динара, у тебя какое настроение сегодня, хочешь ли ты сегодня пропылесосить, да, просто пропылесось, полы помой, все окна, что пытаешься там, за окнами девятиэтажки, моешь окно, за тебя не переживает. То есть, иногда я думаю, что, блин, может быть, я стала там успешной, известной, вопреки, и вообще, как бы сама себя воспитывала, просто потому, что я умею трудиться, да, и у меня нет жалости к себе, может быть, из-за этого. Ну, а теперь смотрите, вас мотивировало, вы же всегда хотели, там, я не знаю, заработать, стать богатой, да, а вот сейчас у зумеров, если вы спросите, какая у тебя мечта, не каждый хочет быть богатым, там, жить на Манхэттене, еще что-то. У них, знаете, такие потребности, просто быть свободным, там, я не знаю, иногда они, у нас есть такое задание, напишите там мечты, да, свои там все, желания какие есть. Там, бывает, знаете, такое просто, жить в какой-нибудь там, однокомнатной квартире, где-нибудь с кошечкой, понимаете, у них нет амбиций, таких, чтобы быть там богатыми, успешными. Но нет амбиций, почему? Потому что их парализовали родители, что у них уже все есть, это может быть тоже причиной? Может, нет, больше не такие причины, мне кажется, наоборот, больше агрессии. Но сейчас же тренд во всем мире, там, богатые люди не оставляют наследство своим детям, да? Классный тренд. В таких, я вот так считаю, что наша задача, как родителя, максимально, вот, прокачать, дать навыки, чтобы мой ребенок, там, смог дальше выжить, и у него были такие человеческие классные ценности, и все. А дальше, в смысле, материально обеспечивать, может, она сама себе все это создаст. А до какого возраста родители еще могут влиять на своего ребенка? Ну, сейчас практика показывает, что у детей авторитеты, далеко уже не родители, вот, как только они, я не знаю, 13-14 и старше, с родителями редко кто вот там. Но вы можете влиять, да? Тогда родители же могут через вас влиять. Не то, что мы, я считаю, что у детей в таком возрасте должен появиться ментор. Это не обязательно атлас, да? Это может быть тренер по, я не знаю, по какому-то спорту, да? Это может быть какая-нибудь классная учительница, это может быть учитель пиано, то есть тот, кому ребенок доверяет, и у кого вот такие вот коннект случился. И задача родителя найти такого ментора. И через него, например, родители могут технично написать, вот мне, что делают родители, когда дети ко мне заезжают жить на неделю? Мадина, пожалуйста, вот эту тему затроньте, вот эту тему. То есть они через меня меняют, да, потому что она вас слушает, там она, и вот, а мне что, мне красиво это сейчас упаковать, грамотно с детям рассказать, они такие, а, да, там, от меня, потому что принимают, потому что мне доверяют. И потом так, раз, и все на места может встать. Вот мне нравится, что у вас в школе атлас, знаете, такой этот, бардак, творческий беспорядок, туфли на потолке, туфли на потолке, кляксы, в общем, дети что хотят, то и делают, да, у вас полностью. Ну это проявление творчества. Не, ну правила есть какие-то? Типа вот там нельзя. Нельзя только если сломать, ну то есть нанести какой-то ущерб, а так, то есть если это проявление твоего творчества, почему нет? Это нормально. То есть люди же проявляются по-разному. Вот я заметила, что у вас здесь адлет, да? Здравствуйте, адлет. Здравствуйте. А теперь вы еще и контент обучаете, да? Создавать. Да, мы преподаем здесь по основе видеопроизводства, то есть филммейкинг. То, без чего сегодня невозможно жить, потому что если раньше, там, я не знаю, люди смотрели телевизор, да, сейчас телевизор в телефоне у каждого, да, и каждый из нас создает контент. Ну, просто адлет очень талантливый, он у нас адвайзер, он и атласовскую программу преподает, и поскольку у него есть еще возможность учить детей филммейкингу и актерству, он в ниш преподавал драма, да? Драма и филммейкинг преподавал старшим классом. А потолок какой, вот до какого возраста вообще можно приводить сюда детей? Вчера у нас одна родитель спрашивает, первокурсник говорит, сын мой 18 лет. Пока не поздно, да? Нет, у нас нет потолка как такого, то есть если ты чувствуешь себя, что ты хочешь в атласе прокачаться, ну, если тебе не стрёмно быть, там, второкурсником и учиться с десятиклассниками, без проблем. То есть это от тебя зависит. Я, например, в Штаты, когда поехала, я там, перед тем, как в Гарварде, там сначала язык свой прокачивала, я сидела там с, не знаю, с 17-летним, 15-летним, была тогда, мне было 37. Нормально, в смысле, я себя нормально чувствовала. Поэтому любой может в атласе. Одна родительница вчера говорит, вы можете меня взять на прокачку? Я говорю, сори, со взрослыми не работаем. Вот это уже как-то совсем ей там 47. Но у вас ведь еще и конкурентов нет. Вот вы говорите, что по большому счету никто не занимается, да, подростками. Ну, кроме атласа, вот с 18-го года никто эту нишу так и не занял? Ну, то есть, никто и не появился? Ну, может, кто-то уже появляется, я вижу, там кто-то копирует, там вот наши всякие даже слоганы где-то. Ну, это нормально, в смысле, если есть люди, которые хотят тоже так же вкладывать. А как вы думаете, в чем именно успех атласа, да, потому что за 4 года, ну, то есть, вы, ну, растете, вы расширяетесь, да, у вас становится все больше экспертов, да. Мы сейчас онлайн запускаем еще курсы. Но в чем вот фишка вот именно атласа? В том, что здесь минимально теории и больше, наверное, таких жизненных ситуаций, жизненных навыков, то, чего не даст школа, ну, и больше не знаю, где можно такое получить. И где вообще ребенок может его восприменять серьезно, дать ему работу и заплатить за это? Вот где? Только в атласе. Перейти стену, покрасьте, ему заплатят. В атласе могут. Где еще могут, я не знаю. Мадин, как вас вообще занесло в образовательную сферу, да, то есть, вы же занимаетесь сейчас по сути образованием, да, педагогикой. Вы юрист по профессии своей. Ну, да, я более, сколько, почти 17 лет занималась юриспруденцией, у меня своя юридическая фирма, я юрист МНА, есть такая специализация, которая занимается сделками слияния и поглощения. Такой корпоративный юрист, довольно высокооплачиваемый, такая интересная, очень креативная даже где-то сфера. доктор, сфера. Я док, ну, не доктор, PHD в праве, я защищала диссертацию на тему налогового права. Короче, я юрист классный, но в какой-то момент, вот, когда дочка у меня родилась, ну, какие-то вот, переживаем же мы все какой-то такой переломный период в жизни, когда ты начинаешь думать. Я вот, например, представила себе, я не хочу до 60 лет заниматься сделками. Я представила, что мне еще столько же заниматься, я говорю, нет, мне это неинтересно, не хочу. И потом, чем я хочу заниматься? И вот так постепенно, как раз вот дочка растет, я начала думать, в какую школу она пойдет, вообще, как все это будет, система, ну, и вот так у тебя мысль в голове как-то крутится, крутится, живет, 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 потом разрастается, и потом, ну, когда у тебя запрос такой во вселенную уходит, потом же начинают события, получилась, что я поехала в Америку, ну, я взяла брейк полностью от всего и сказала, мне нужно перезагрузка, там вообще понять, и уехала в Штаты. И там вот в Гарварде я познакомилась с основателем Big Picture Learning, это такой большой фонд в Штатах, их, кстати, Билл Гейтс финансировал в свое время. У них около 130, наверное, сейчас школ по миру. У них чисто вот таких high school, с 9 по 11 класс. И когда я вот с ним познакомилась, прочитала его книгу, потом съездила в их школы, пообщалась с детьми, не просто, я потом походила с ними, ну, посидела в их классах, как они вот обсуждают, темы, потом походила с ними, вот куда они ходят, на стажировки, в разные компании. Я приехала оттуда, такая, ничего себе, а так можно, да, оказывается, да, с детьми. То есть там родилась идея? Да, и вот если у меня дует вопрос, то как бы такая, да, бродила идея в целом, непонятная, то она там потом сфокусировалась, и я уже решила, что буду работать с подростками. И, нет, самое интересное, что человек, оказывается, постепенно как-то, да, начинает раскрываться, что я когда открыла Атлас, вот вы помните, тогда преподавали такой ужас и хэппи, я, например, к детям не подходила, я вот организовала, да, там, все вот собрала их. Ну, к вам психологи приходили. Да, но вот сама я, например, не работала с детьми, ну, как-то, я не знаю, я боялась, как-то у меня не было такой уверенности, да, а потом в процессе пошло, 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 и сейчас я, например, адвайзер у хай группы с 15 до 17 лет, это вот конкретно моя категория детей, у меня прям с ними коннект, не знаю, прям мы прям живем вместе, я их чувствую, они мне доверяют, я им доверяю, то есть вот прям такое, знаете, происходит, и, ну, и постепенно вот я потом, мне все спрашивают, а ты педагог, а ты психолог, я говорю, нет, я нигде не училась. Ну, вы учились в Гарварде? Ну, это бизнес-школа, больше про бизнес. А потом я вот, я родителям говорю, слушайте, если мы в Атласе будем все педагоги-психологи, то ваши дети из одной школы будут приходить, мы будем, а кто такие педагоги-психологи? Это те, кто закончили педучилище, там, пединститут, я не знаю, ну, какое у них там сознание, мышление, да, они, может, предмет свой знают, а мы здесь, наоборот, все такие же разные, у каждого есть свой какой-то там интерес, Улжас там баскетболист, кроссфит, у него там своя, да, тема, он тоже там на маркетинг 8 лет в Лондоне жил, учился, там, у меня своя тема, да, и вот все, все адвайзеры такие личности интересные, и вот когда они с детьми общаются, это вообще другое, другое отношение, другие вопросы дети задают по-другому. Здесь еще и, мне кажется, очень важно любить по-настоящему детей, вот вы и Улжас, и Хэппи, у вас есть эта любовь, то есть это прям чувствуется, да, что вам реально, что это не бизнес, да, то есть это действительно ваше дело. Ну вот здесь у меня, знаете, тоже такой переворот недавно произошел в сознании, я, ну как бы, я зарабатывала всегда на другом, ну зарабатывала, да, скажем так, вот на юридическом, там еще есть несколько направлений, я тоже там предприниматель, просто, ну как бы не рассказываю, так, а атлас всегда у меня в голове был, и я к нему относилась, знаете, как к ребенку, я наоборот всегда вкладывала, там, например, сегодня Нур уезжает, я ему 100 долларов там дала, дети у меня живут, я там их вожу в ресторан и так далее, то есть, как бы, знаете, это было как детище просто, которому я наоборот отдаю, 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 и недавно ко мне пришло такое осознание, что, почему я к атласу отношусь, наоборот, к месту, куда я должна вкладывать, я столько энергии отдаю, да, и там финансово, и энергетически, и думаю, по идее, атлас уже должен стать не просто, ну какой-то такой машиной, где идет, ну, взаимный обмен, поэтому мы в этом году там и ценники подняли, и сейчас онлайн-курс записываем, то есть я хочу... Но вы же еще и школу запустили? Да, это второе направление, я теперь расстраиваюсь. То есть это будет, это будет школа, средняя школа? Это уже школа, она уже год работала, сейчас второй год пошел, это общеобразовательная школа, с первого по пятый класс, в следующем году шестой, и так я планирую довести ее до одиннадцатого. Но она называется не Атлас? Она Нота Скул, это наш совместный проект с Алиханом Сапаргалиевым, это сын Женя Ауба Кировой, у них же тоже школа в Алмате и Женя Ауба Кировой, и он тоже... Она музыкальная? Нет, она на самом деле не музыкальная, она обычная школа, просто у них есть более углубленные уроки музыки, а так они общеобразовательные, ей управляет ее сын сейчас второй, а Алихан здесь в Астане, ну мы так, ну как я говорю всегда, вселенная, ты запросы кинула, она тебе нужных людей встретила, и мы с Алиханом в прошлом году познакомились, мы с ним познакомились в феврале, школу открыли в сентябре. За четыре года существования Атласа вы увидели самых разных подростков, вот были прям трудные подростки? Да нет, вы знаете, я вот что поняла, что все, ну это может даже банально сейчас забито как-то звучит, но дети все гениальные и классные. Проблема просто, что ну вот как у всех, Проблема в родителях? Да, мы сразу видим вообще, первый день мы сразу видим, какая семья, какая мама или папа, по ребенку, даже ни разу я не видев маму, уже сейчас, ну примерно начинаю понимать, да, потому что все вот эти установки, ограничения и убеждения, такие негативные, даются в семье и родителями, потому что дети сами по себе очень классные. И еще второй вывод, который вот, ну я вот учусь через практику, я не психолог, я не педагог, никогда не изучала там вот эти вещи в теории. Мне кажется, когда через практику учишься, намного, как сказать, такие более фундаментально, что ли. И вот еще второй момент, то, что я хотела, что я заметила, что не бывает такого, знаете, что ребенок талантлив только в одном. Вот если, в каждом оказывается, много талантов есть. Просто ты когда одну только сторону подсвечиваешь, вот как лампу только в одну сторону направишь, она и будет выявляться и казаться, что вот он в этом талантлив. А просто если ты сейчас лампу в другую сторону перевернешь, то можно увидеть и таланты в другом. И вот дети, они многогранные, у них очень много разных талантов. Просто наша задача, я не знаю, там родители, вообще школы, я не знаю, педагогов, менторов, уметь дать возможность подсвечивать их разные стороны и как бы раскрывать в них вот эти таланты.